Якутии сегодня проходят выборы в 33 районах, в том числе жители выбирают главу города Якутска. 8 глав муниципальных районов прошли выборы глав муниципальных поселений. Подробнее о едином дне голосования расскажет Саргалана Захарова. К 8 утра 114 избирательных участков Якутска открыли свои двери перед первыми избирателями, в числе горожан, которые решили пойти на выборы. Ранним утром была и депутат Государственной Думы Галина Данчикова. Ежегодно, с каждым годом, конечно, активность наших граждан растет. Жители Якутии вообще очень активны, ведь понимаем, что от позиций наших жителей Якутии зависит многое. За первую половину дня в столице проголосовали больше 19 тысяч человек. В одном из самых крупных избирательных участков города очереди с облетениями стояли уже с первых минут после открытия. Наш участок на сегодняшний день один из самых больших по количеству избирателей – 2577 человек. Досрочно проголосовавших у нас 62 человека. Унистон Черчилль говорил, что люди, которые не приходят на выборы, выбирают власть, которая им не нужна. Правым голосом воспользовались и пациенты, находящиеся на стационарном лечении республиканской больницы номер 2. Голосование проходило в закрытом и специально оборудованном помещении. Для пациентов, которые по состоянию здоровья не могли подойти, представители избирательной комиссии сами приходили в палаты. Поэтому оставить свой голос смогли все пациенты. Каждый гражданин просто обязан пойти на выборы и проголосовать. Ведь если ты не отдал свой голос, не высказал свое мнение, то это все равно, что если бы тебя и вовсе не было на этой земле. В любом случае, будь ты за или против всех, ты обязан проголосовать. В 90% избирательных участков республики действует автоматизированная система подсчета голосов. Речь идет не только о комплексах обработки избирательных бюллетеней, которые используют в Якутии еще с 2012 года, но и о нововведении итоговых протоколов с Куаркадами. Эти обе технологии позволяют ускорить процесс ввода данных в автоматизированную систему газ-выборы. Каибы, кроме этого, они позволяют еще осуществить безручной подсчет голосов. То есть в данном случае все голоса избирателей, которые опущены в машину, в накопитель, они учитываются Каибом. То есть в данном случае лично члены участковой избирательной комиссии, они никак не влияют на процесс подсчета голосов. Что позволяет нам... Каибы мы используем давно на территории города, они уже применяются 5 лет. И в этом смысле избиратели уже умеют с ними работать, и участковой избирательной комиссии тоже. Ну и соответственно, вот если 8 часов заканчивается голосование, то первые протоколы в территориальную избирательную комиссию поступают, изготовленные с помощью Каибы, поступают уже в 8.30. Напомню, что голосование шло до 8 часов вечера. Сейчас двери участков закрыты и идет подсчет голосов. Предварительно можно констатировать, что явка на выборах по всей Якутии составила 38%. Наиболее активными в нынешнем голосовании показали себя жители Корного и Сунтарского районов. Наименьшую явку зарегистрировали в промышленных районах Якутии. Активность, безусловно, не столь высока. Ну и, наверное, время само по себе, сентябрь, сложно. Но тем не менее, если сравнивать с выборами депутатов Государственной Думы и сегодняшними выборами, мы отстаем всего лишь на 3 пункта, то есть на 3%. Очень интересно сравнение с другими субъектами на Дальнем Востоке, где тоже проходят выборы. Вот аналогичные выборы, даже высшего уровня, все областные проходят у нас сегодня на Сахалине. Там избирает Думу Сахалинской области. Вот там на сегодняшний момент времени на 10% явка ниже, чем у нас в республике Саха-Якутии. Ну и если еще сравнить, опять же, мэрские выборы, которые стоят на контроле Центральной избирательной комиссии Российской Федерации у нас, то такие же выборы проходят на сегодня на Камчатке. И опять же, процент выборов, результатов голосования на Камчатке, он отстает в два раза от тех результатов, которые у нас имеются по городу Якутску. Отметим, что сегодня в Якутске и еще 32 районах республики жители выбирали главпоселения, улусов, а также депутатов представительных органов. Всего планируется замещение более 3000 выборных должностей и депутатских мандатов. Предварительные итоги будут известны уже завтра.